На молодежное общение в Денвер в сентябре месяце. И еду, и мне звонит жена, говорит, происходит вот такое. Говорит, мы сейчас включили интернет, нам позвонили, и мы включили, смотрим теракт, захватили школу. И она мне на усиление включила телефон, и она мне компьютеру подставила, и телефон, и я слышу, что там информация-то идет. Я, конечно, в шоке был. Я не был никогда в этом Беслане, я не знаю этот город, у меня никого знакомых там нет. Но когда я все это услышал, я в ужас пришел. Сразу представилось, если бы это мои дети были. И еду, и молюсь, Господи, помилуй, Господи, сохрани. Ну, как любой бы сделал, христианин. Но в этот момент мне появляется мысль. Я не знаю, это не голос был, это просто была мысль. Ну, как такая сильная мысль, как будто прозвучит она, как будто озвучена. Ты должен ехать туда. Я сразу думаю, это мои эмоции просто. Мы всегда хотим быть там, где мы можем чем-то помочь, наверное. Я еду дальше, размышляю, молюсь. У меня опять эта мысль, ты должен собираться и быстро ехать туда. Ты там нужен. Я начинаю молиться, Господи, если это от Тебя, дай знать. Я не могу понять. И говорю Богу, Господи, Ты же знаешь, что я не доктор. Если там что-то случится, я никому помочь не могу. Верующих там без меня хватает. Такую дали ехать смысл. И молюсь опять. И мне такая мысль приходит. Ты много стал вопросов задавать что-то. Ты не задавай вопросы, а делай. Ты должен ехать туда. Я свернул на стоянку, стал молиться. Приехал на общение, сказал об этом. Там все уже знали, что случилось. Я говорю, благословите, помолитесь за меня. Я коротко поучаствовал на машину и домой. Я звоню, говорю, Танец, меня вот так. И так Бог побуждает. И что делать? Когда я приехал домой, я собрал свою семью. И Богу сказал, Господи, если это Тебя уже, убеди меня еще в том. Пусть и дети, и жена скажут добро на это. Ну, я им объяснил, насколько там сложная обстановка. Они сами это видят по интернету. И все-таки, когда я спросил у Тани. Вот, кстати, моя жена, это, наверное, такая, как многие из вас, или все здесь находящиеся. Она очень любит Бога. И у нас вопрос служения Богу решен был в день нашей свадьбы. Мы когда поженились, только закончилась свадьба, мы зашли в комнату. И мы сказали, не помню, Илья или эту идею подала, или она, давай в этот день дадим какое-то обещание Богу. И тогда я вспомнил и прочитал место из Библии, когда Петру было, помните, 10 глава Деяния Апостолов. Вот, Петр, заколи и ешь. И он сказал, нет, Господи, помните, да? И мы тогда поговорили, что Богу, вот два этих слова, два рядом стоять не имеют смысла и права. Если мы говорим нет, не говори Господи. Господи, это Господин. Как Господину говорить нет? Или да, говори Господи. А если нет, тогда не называй его Господи. И мы молились в тот вечер нашей свадьбы, после свадьбы. Господи, дай милос, никогда не говорить тебе нет в служении. И вот, когда я спрашиваю насчет Беслана мне ехать, она говорит, а почему ты вдруг стал спрашивать? Что-то изменилось? Почему стали мы рассуждать? Мы же сказали Богу, не говорить ему нет. Если мы твердо знаем, что надо, надо ехать. Я уехал туда, не зная никого. Но приехал в город полный ужаса, все вооруженные, люди все в черном, люди не разговаривают, не общаются. Весь город в трауре, все вот так, там не поймешь, что творилось. И когда я все это увидел, не буду сейчас долго рассказывать, только одно скажу. Я во второй день пошел, 27 человек хоронили. Когда я пришел на кладбище, где их хоронили, все это увидел, я стою и молюсь. Копают, там экскаватор копают, здесь закапывают, там визжат, там кричат, там вопят. Я видел своими глазами, как женщины рвут волосы. Я всегда слышал, только с кожей вместе снимают волосы. Я видел своими глазами, как женщины кусают не просто в кровь губы, а от губ ошметки только одни. И никто их не останавливает, может, все такие. Я видел, как одна хоронила двух деток, как она землю ногтями ковыряла, а каменистая земля. У нее не то, что ногти ломалось, у нее кости торчали наружу все, она продолжала ковырять. Я это видел, и я понял, какая боль у людей. Кто им поможет выйти из этого состояния? Где у них утешение? Я понял, что это он должен быть. И когда я при попытке первым сказал, меня спросили, что ты хочешь здесь? Я сказал по привычке. Я приехал рассказать о любви Божьей. И один осетин здоровый такой говорит о любви Божьей. На кладбище был? Иди посмотри, любовь твоего Бога. И когда на похороны пришли, один гроб, второй, в следующий двор заносят, два, три гроба, пять, в улицу выстраиваются, несут. Я все это вижу, и я пришел в ужас. И когда стоял на похоронах, там вот на могилы, стою здесь, закапывают мальчика, расхоронили из церкви мальчика, один, 12 лет погиб, маму похоронили пару дней назад. Теперь его хоронили. Меня кто-то там пошевелил, так оттолкнул, я посмотрел, говорит, осторожно, а здесь, оказывается, тоже к могилу подносили гроб. Я повернулся, меня кто-то здесь, осторожно, говорит, здесь яма выкопана. Я вот так круг сделал, я чувствую, вот я не знаю, как это объяснить, я почувствовал, что я смогу сойти с ума. Я никогда молитву же такой не молился. Я говорю, Господи, об одном прошу, не дай сойти с ума, от увиденного за эти пару дней. Я сейчас с ума сойду. Я чувствую, что щелкнет в моей голове, и я все. Бог помиловал. Потом все пошли толпой в город, там столы, там все вот такое. И второй молитвой, который я никогда не молился раньше, я молился там тоже. Когда все, ну там какие столы, рыдают, кусок мяса возьмут, соль обмакнут, водой запьет кто-то, а кто-то просто стоит, все вопят, никто не выпивает, конечно, потому что такой день. Траур кругом. Дети хоронят одного за другим. И в этот момент, я уже так отошел от стола, стою, и как-то толпа выходит, еще встали, и один спрашивает меня, а ты откуда громко так? Я говорю, с Америки. А что ты приехал? Я говорю, услышал, беда у вас, как можно равнодушным остаться? А ты веришь в Бога, как слышал? А я перед этим пару слов говорил там на похороны. Я говорю, верю в Бога. А в какого Бога? Я говорю, Бог один есть, а другого Бога не знаю. А что такое Бог? А твой Бог знал, что здесь убивали наших детей? И громко орет так. Я говорю, знал. Какая-то женщина кричит, а он мог помочь и защитить наших детей? Я говорю, мог. Другая как закричит, а он не защитил, он убил моих детей. Кто-то кричит, да его Бог слабый Бог. Другая кричит, это его Бог убил наших детей. Что делать? Я был в шоке. Я отошел к забору, сзади забор 20. Я прошу, Господи, прими мой дух всех. Сейчас разорвут, они невменяемые просто. Толпа народа. И когда меня подошел какой-то сзади, как за плечо, вот так, как приподнялся, ну, подталкивает, я думал, все. А он говорит, встань выше, тебя не видно, там песок такой, песок грубо-гор. Встань, говорит, я как встал, смотрю, там толпа народа. Я понял, что делать, или все равно убьют сейчас? Я тогда взмолился, Господи, что сказать? И знаете, что я ему сказал? Я говорю, вы хотите знать, где был мой Бог? Да вы его выгнали с вашего народа. Вы сказали, он вам не нужен. Вы стали поклоняться идолам, вы поклоняетесь водопадам, кустам, деревом. Вы Бога выгнали, теперь говорите, где он был? А он был там, куда вы его прогнали. Вот идите, ищите его там, и верните в свой народ. Думаю, все равно убьют. Вспомнил Стефана, думаю, хоть перед смертью скажу. И знаете, я так начал говорить, сам не ожидал. Вот я чувствую, что Бог начинает говорить. И смотрю, они успокаиваются, успокаиваются. И одна женщина подходит, которая больше всех кричала, обещала. Простите нас, простите. Мы все вот в таком горящах, в переболе, в такой. Пошлите, можете помолиться? А я начал молиться с ними. Я говорю, я хочу помолиться за вас. Они говорят, помолись за наших умерших. И за умерших молиться не надо. Если они дети, невинные, они пошли к Богу. А остальных Бог будет решать судьбу. Давайте мы помолимся за больных, за раненых. Я начал молиться. Такой молитвой, коротко, а потом ученаш. Когда я начал молиться, ученаш, конечно, микрофона не было. Я кричал громко, чтобы там толпа, человек триста, наверное, была. Начал молиться, они все начали гул такой, молятся, ученаш. Кто на эстинском, кто на русском. И все, и Бог сломал. Оказывается, я посмотрел. Вначале, когда они вот такое сказали, что его Бог слабый, Бог он убил. У меня такая ревность по Боге. Думаю, это мой Бог слабый, это Бог убил. Я думаю, ну тут же не промолчать. И вот такая ревность. Думаю, пусть что будет. И Бог в этот момент все изменил. И они зашевелились. Одна женщина просит прощения. Ник раненый, тяжело, может, ты вот чем-нибудь ему скажете, там, туда пойдем. И с того дня, и до сегодня, Бог дает обойти, все семьи дал. С тысячами людей молились. И сейчас бесконечные звонки. Переписываемся, ждут нас. Я вот сейчас был, и даже с министром садим в стрелок. Он говорит, вы только лагеря не откладывайте. Что бы ни было. Потому что дети ждут. В прошлом году 240 человек записалось в лагеря. Мы могли взять только 60. У нас просто нет возможности. В этот году мы больше делаем лагерей. Вот так вот Бог благословит, друзья. Я для чего-то говорю. И урок, и поддержка тем, кто этим начинает заниматься или занимается. Как Бог ведет. И знаете, что через трудности не будет, трудности не будет победы. Надо преодолевать. Почему наши, мы много раз вспоминали, отцы, родители, вот, прошли через этот путь. Нет страданий, нет победы. Там столько, когда крови, я знал, сколько крови пролилось. Я видел в этом зале, все залито кровью. Я думаю, ну не может просто так кровь пролиться. Такого не бывает. У Бога есть свой план. А я здесь. Я тогда молился, Господи, не я ли по милости Твоей, тот человек, через который ты хоть что-то можешь здесь сказать. Сегодня Бог очень большие возможности нам дает. И мы снова собираемся, едем туда. И будет большой вечер памяти такой, они делают. И просят нас выступить, рассказать о Боге. Они нас, там полная возможность нам, полная свобода.